Всем добра! Хоня, ты чего вчера ввечал-то в прямом эфире? Кому-то там жаловался. Чьи жалости ты искал? У меня нету инстаграм. Я не мог вчера выйти с тобой в прямой эфир. Но при этом, как бы мой сын смотрел со своего аккаунта, и я смотрел твой эфир с ним вместе, с его аккаунта. И кинул тебе запрос с аккаунта сына, но ты меня не принял. Так что там ввечешь-то, Хоня, на весь мир, а? Бедненький такой, несчастненький. Красненький. Ты блаженный. Знаешь, что такое блаженный, а? Блаженный это вот человек, у которого с головой проблемы, по религии он называет блаженным человеком. Так это вот четко твое описание, Хоня. Что ты там говоришь? Никого ты не затрагиваешь, никого ты никогда не затронул. Ты такой порядочный. А что ты моего сына-то затронул? Мою жену затронул? За что Хоня? Что тебе они сделали, что ты посчитал возможным их затронул? И говорить вообще за них? Кто тебе дал мне это право? И ты говоришь, что ты никого не затронул? Что никто от тебя не пострадал? А раквы, которые приходили к Володе от тебя, с которыми я встречался, на весь мир говорю, эти раквы приходили от тебя. И они ему об этом сказали. И когда они мне звонили, я с ними разговаривал, я слышал и твой голос, и жеребенка голос. Вы были с ними вместе на встрече. Ты же такой хороший, ты такой порядочный, ты вообще никогда никого не подставлял, не предавал. Ты же как твой, племянник-то говорит, там в десны с жеребенком целуешься? Так ты целался в десны с жеребенком. Вы же там друзья были такие, вместе сходки собирали против Володи Перца. И что? Твоя дружба значит, Хонечка. Твои раквы предлагали мне в обмен на твои видео ухлопать жеребенка, твоего друга, который с тобой был вместе в тот момент. Просто я-то порядочный человек. Я отказался от этого. Но я понимаю, что они могли это сделать. Но я не пошел на это. И сказал, что раквам нечего делать в цыганском мире. Я не допущу. Они ко мне почему-то сразу вышли с предложением по поводу жеребенка. Откуда-то они знали, что моя теща его постромила. Откуда, интересно, Хоня. Не ты им рассказал. Ты им рассказал. И ты им закинул эту идею, чтобы они вышли ко мне с таким предложением. Твои видео в обмен на то, что они поступят с жеребенком. Ты же рассчитывал, что я такой же, как и ты, но я не мразь. Выходишь, на весь мир бежишь, орешь, умоляешь. Да никто тебя во внимание не берет. Потому что все признали решение цыганского собрания в городе Краснодар от 8 апреля. Никто тебя во внимание не берет. А если кто возьмет тебя во внимание и придет на твое собрание, ты будешь такие же, как ты. Ты прямо в эфире умоляешь, пожалуйста, кто-нибудь из порядочных стариков, цыган, позвоните мне. Сначала было три человека, теперь уже хотя бы два человека. Да никто не хочет тебе из порядочных цыган звонить. И не будет. Не считает нужным. Ты никто, пойми уже, никто тебя во внимание не берет. Никто на тебя, извиняюсь за выражение, не буду рассказываться, да, наголо не сделает. А твой тут бесхризоночек, как ты называешь его, племянник, мой племянник из терроробороны Украины, он что сюда приехал-то? А? Скандал создать? Людей лбами столкнуть в России? Он для этого сюда приехал. Только как появился, сразу же начинает всех затрагивать, вызывать всех, создавать скандалы, интриги, столкновения создавать. Кого вы там в баню руку трогаете? Ну, Ваня Рук это официально является президентом региональной общественной организации. Это его официальная должность. Общественная организация зарегистрирована в Российской Федерации. Ты что его трогаешь там? Кто его выбрал? Тебя это вообще не касается. Общественные организации России тебя точно волновать не должны. Ты же сотрудник терроробороны Украины. Зачем ты просил вообще приехал, а? Хотите вы, не хотите, любите вы его или не любите, воспринимаете, не воспринимаете, это не важно. Он президент общественной организации. Это от вас никак не зависит. Что там хонечка видишь по поводу ФСБ, проверок и всего остального? Любой президент, учредитель общественных организаций проходит проверку ФСБ. Это так по закону. Рука прошел, я прошел, а ты хоня, когда хотел создать общественную организацию, проверку ФСБ не прошел, поэтому тебе не зарегистрировали общественную организацию, а это твоя мечта заветная была быть президентом. Но не получилось и не получится никогда. И ты готов всех уничтожать занимается общественной деятельностью. Почему? Потому что это твоя гнилая сущность. У тебя три класса образования. Куда ты лезешь со своими мозгами? Тем более со своим ФСБ. Да, кстати, когда проверка ФСБ проходит, там особое внимание уделяют ФСБ. Но видимо ты ФСБ не удался, поэтому тебе организацию не зарегистрировали. живи с этим. Что ты там орешь-то? Все объявленные там собралась компания, все они объявлены среди Рокленгельта, еще, еще, еще. Но может быть там они что-то у них и есть какие-то проблемы и вопросы. Но твой племянник и ты объявлены в цыганском обществе. Это совершенно другое. И это принял весь цыганский мир. Твой племянник крыса, который скрысил людские деньги на ребенка, на операцию. Что он говорит? Он возместил эти деньги. У него выбора не было, когда он попался. Он был обязан возместить эти деньги. Если бы он, например, оплатил бы за свой счет операцию ребенку, и при этом все деньги бы вернул людям, которые посылали деньги, ну тогда другой вопрос. Он возместил, а его вынудили быстро найти деньги и закрыть этот вопрос. Потому что вопрос касался жизни ребенка. Он не посчитался жизнью ребенка. Он решил найти деньги свои интересы позакрывать. Кто он после этого? Крыса. И причем в этой ситуации он меня просил деньги, но я ему не дал. Коня, тебе весь цыганский мир говорит, прекрати, остановись, перестань блести интриги. У тебя дети, ты о них подумай. Ты не думаешь о своих детях. Твоя дочка куда замуж вышла? В Москву? В Москву она вышла замуж, а ты не задумываешься, что возникнет такой момент. Она же вышла в порядочную семью в Москве. И мы общаемся с этой семьей, и рано не поздно мы придем в гости в эту семью. Они придут на день рождения моего сына. Как твоя дочь будет смотреть в глаза моему сыну, моим детям, мне и моей жене? Ей будет стыдно и позорно за своего отца, который плетет интриги, наговаривает на людей, затрагивает детей, затрагивает женщин. И ты хочешь, чтобы на твоих детях это не отразилось. Так не бывает. Хоня всегда отражается на детей. Моя дочь видела все твои выступления, она не будет выходить на видео и что-то говорить. Но встреча будет с твоей дочерью в Москве, и она может за твои слова, что ты затронул моего сына, ее брата, мою жену, ее маму, взять твою дочь за волос и ударить пол. И она будет права. Никто есть слова не скажет за это. Ты довел до того, что твои дети могут за тебя пострадать, за твой язык пострадать. Ты это понимаешь? Или ты вообще ничего не понимаешь? Твой сын ездит на садовод, закупается товаром, он может столкнуться с моим сыном, и может пострадать после этой встречи. Опять же за твой язык. Ты об этом думаешь вообще, а ты бедненький такой, блаженный говоришь, за что вы меня трогаете? А потом твои дети будут выходить в эфир и кричать, за что их трогают? Ведь это их только отец все совершил, это отец их все сделал, за что их-то трогать? Ты все это создаешь, интриги, скандалы, все создаешь ты. Ты поругался не только с сыганами Крымами, но и с сыганами других кастов. Может быть у Крымов и не принято, что девочка может взять другую девочку за волосы и ударить ее об землю, но других кастов это допустимо, и у русских думаем, это допустимо, и с твою дочь могут встретить, и она может пострадать за тебя, за твой язык. Ты этого что, не понимаешь? Ты о своих детях вообще не думаешь? И что ты пойдешь в рекламе на мою дочь? Я так к этому готов. Я знаю, на что ты способен. Для тебя это в порядке вещей отправлять реклам. Сам то ты ни на что не способен. Только в интернете орать и говорить, круче твоих реклам никого никого нету. Ни Хоня, очнись блаженный и очнитесь его дети, кто живет в его доме, сыновья его, очнитесь пока не поздно. Отправьте своего папу на лечение, чтобы ему голову полечили, провегали и подлечили его, потому что уже через край. Его язык скоро доведет до того, что война начнется. Война начнется. Он к этому и ведет. И он к нему приехал опять новая торпеда, которую он будет везде запускать на всех. Он выходит, кричит, что он крутой, блин, давайте встречи устроим, очнитесь. Вы что, блин, ребята, в 90-х? Вы стрелки там забиваете, бой не хотите устраивать? Очнитесь. И кому вы забиваете то? Как никак он Ваня этот Лукар Карпенко является президентом общественной региональной организации. А вы ему что, стрелки забиваете? Давай сюда приезжай, разберемся. Это не 90-е он года. Очнитесь. Вы что творите? Ты своего премянника там прижми, так называемого, а то смотри, он разошелся, слово у него типа появилось. У него слова нет. Он объявленный на весь цыганский мир. И ты объявленный на весь цыганский мир. Никто с этим не согласен, такие же, как вы. Вы сначала соберите собрание за себя и оправдайтесь, но сразу скажу, оправдать твоего племянника у тебя не получится. Он совершил преступление против нации. И вся нация во всем мире об этом знает. да и себя ты не оправдаешь. Кто из порядочных цыган пойдет к тебе на собрание? У тебя такие есть? Да пусть они выйдут, обращаясь к тем цыганям порядочным, за кого хоня говорит, кто его поддерживает. Выйдите на видео и скажите, мы такие-то, такие-то, мы поддерживаем хоню, и мы пойдем на его собрание. Пусть хотя бы несколько человек, хотя бы один человек выйдет и покажется, что реально есть порядочные цыгане, о которых ты говоришь, которые тебя поддерживают. А то ты все-таки умоляешь, чтобы тебе кто-нибудь позвонил. Бедненький ты, несчастненький, блаженный ты, лечись давай. Все, с вами двумя хватит уже, весь мир и так все оба знает. Так, ты там, Руслан Скропоткин, я смотрю, ты опять рядом с Тоном канализационным сел, и надел себе на голову слифтанализационным, а тебе аж так потекло, что в мозги, что ты попала и начал внести. Что ты там говоришь, ты обратился ко мне, чтобы взять меня как юристом или адвокатом, и все это жизнь не перепутал. Тебе, чтобы меня взять юристом или адвокатом, денег никогда не хватит, нет у тебя столько и никогда не будет. Ты обратился в общественную организацию за юридической помощью, и общественная организация тебе отказала юридической помощи. Есть, возможно, много причин тебе отказать, но Москаль, на тот момент, сотрудник организации, по моему указанию вышел и озвучил причину, самую актуальную на тот момент. И что ты сейчас там пытаетесь говорить, запугивать или шантажировать, то если не будет по-вашему, то выставите запись с Рустамом. Послушай меня, Русланчик Кропоткин. Ты там сидишь рядом с канализационным троном, вот там и сидишь. Я тебе в твоей ситуации помощь не откажу. Я, может быть, могу этот вопрос решить, но я не буду этот вопрос решать за тебя. И причин у меня много для этого. Пальцев на руках не хватит, только причин. Я к тебе неоднократно говорил, перестань затрагивать в своих вопросах всех. Ты тянешь всех всегда. Сейчас в тебя в списке добавился я и Руслан. Стандартный набор имен и фамилий. Ты все пытайся своей проблемой такой вес придать, что все в ней заинтересованы, все в ней участвуют, все тебя гнобят. Тебя не послушаешь, как? У тебя все виноваты. Все с кем сталкиваются, все плохие, ты хорош. Может, что-то задуматься о том, что не бывает такого, чтобы все были плохие, а ты был единственный хороший. Я тебе уже говорил, еще раз повторюсь, может, дело от тебя, стоит задуматься об этом, что ты совсем не портишь отношения, ты на всех наговариваешь, ты всех затрагиваешь и в своей ситуации пытаешься всех дотянуть. Ты что, думаешь, я глупый, я не понимал? Я на упреждение сделал, отказав тебе юридической помощи. Почему? Потому что я прекрасно понимал, что ты будешь меня, еще людей, затягивать своих интересов. Не только по помощи тебе в этом деле, но и чтобы воевать и бороться со всеми, с кем ты хочешь, кого ты имена называешь. Я упредил это и отказал тебе запомните оба подобное тянется к подобному. Поэтому у тебя он и друзей нету, ни у Руслана друзей нету. И вы друг тянетесь. Вы отмакивались. Вы подобные. Понял? Ты реально блаженна. Ты помешался на интернете. Ты говоришь, что ты большому количеству людей написал на комментариях, чтобы они с тобой созвонились, ты на людей наезжаешь за комментарии, разборки устраиваешь. Что ты там говоришь в своем выступлении? Как вы имеете право писать комментарии, услышав одну сторону, не услышав вторую сторону? Ты что хуй, с ума сошешь ли? Совсем? Или ты решил свои законы не то, как ты пытаться в цыганском мире установить? Но и в интернете по Хониному указанию Хониному величеству запрещено писать комментарии в интернете, пока вы не услышали две стороны. Хоня, очнись, приди в себя, ты реально уже сошел с ума, ты помешался на интернете. Тормози уже, Хоня, пока до беды не довело. Вот ты живешь сейчас в этом положении, и твой племянник живет. Живите, не лезьте никуда, успокойтесь, перестаньте плести интриги, и ты увидишь, как начнется у тебя более-менее спокойная жизнь. Про тебя забудут о вас сразу же, вы никому не интересны, никто про вас не вспомнит. Живите своими жизнями, отстаньте уже от людей, перестаньте устраивать скандалы, интриги, подставлять людей. Прекратите уже. Запомните, вы два существа объявлены. Люди не выходят с вами на связь не из-за того, что они вас боятся, как вы пытаетесь преподнести или вам кажется, а потому что вас никто не берет во внимание, никто не считает нужным не то, что звонить вам, а даже говорить про вас, не то, чтобы приехать вам на стене. Вы же две интернетные проститутки. Вот вы в интернете потяцкали, вам ответ дали, и вы кайфуете, сидите, нам ответ дали, за нас кто-то что-то сказал, а теперь больше. За вас я не буду выходить и говорить. И хочу обратиться ко всем, да, кто выходит в интернет с обращением больше не не давайте внимания этим существам. Не борьте, не коньте, забудьте про их существование вообще, скоро они полностью исчезнут. И Руслан Сасархан, я же тебе говорил, не обращай на них внимания, не приезжай к ним на встречу, потому что если ты придешь и тот другой к ним на встречу в их канализацию то замарается и отмыться потом не сможет никогда. Поэтому обращаюсь ко всем, прекратите за них говорить, забудьте про них вообще, и они скоро исчезнут. Со всеми прощаюсь, всем добра.